Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Пранкстер и сегодня в данном ролике я хочу вам такое экстренное включение своего рода, я хочу вам просто сказать, чтобы вы ни в коем случае не меняли аккумулятор на своем геймпаде DualShock 4 для PlayStation 4 и не портили сам геймпад и не тратили свои деньги. Собственно, сейчас вам расскажу краткую предысторию. Я решил модернизировать свой геймпад и купил у него аккумулятор. Как писалось на странице магазина ozon.ru, это 2 мА, то есть 2000 мА, аккумулятор стандартный, на геймпаде 1000 мА, то есть это в два раза объемнее, хватает его на два раза долгое время, соответственно я отнес своему знакомому, который 15 лет этим занимается, всякой электроникой, телефонами и так далее, вот он мне его поменял, спустя какое-то время у меня геймпад стал просто резко выключен, и не включаться до тех пор, пока ты не вставишь его в розетку. Вставляешь его в розетку, он работает, то есть потом какое-то время без зарядки он работает, то есть на аккумуляторе, но потом опять резко отключается, опять до тех пор, пока не вставишь розетку. Я отнес геймпад обратно к знакомому на починку, и он сказал, вот видишь, говорит, вот старый аккумулятор, ну на 2000 мА, новый точнее, он вздулся. На камере не видно, но он вздулся, хотя, кстати, по-моему, он уже уменьшился, он немножко полежал в холоде, он вообще был попузатее, ну ладно, даже сейчас можно, в принципе, заметить. Короче, и он сказал, что это обман, это не на 2000 мА, а на 1000, так же, как и стандартно, потому что по размерам они одинаковые, и он там правил делать какие-то замеры, он говорит, да, они одинаковые. Вот это вот, не обращайте внимания, это просто клей, потому что он на клей, я его клеил, он пришлось отдирать. Вот, короче, поставил мне первоначальный аккумулятор. Вот, а кстати, по этому поводу я уже снял ролик, который должен был опубликоваться 4 апреля, о том, как модернизировать геймпад, там я рассказывал, что купите стики, длинный провод, ну стики на джойстике, длинный провод, аккумулятор. Вот, ну и в принципе, там еще что-то было, но смысл в том, что я этот ролик сейчас удалю, потому что не покупайте данный аккумулятор, не покупайте, пусть у вас будет стандартный, стандартный аккумулятор, не покупайте, ни в коем случае он тоже на 1000 мА, к тому же оказался, поэтому, вот надеюсь, что данное видео было вам полезно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте вопросы в комментариях, все, всем спасибо, всем пока.